Дорогие друзья, добрый вечер, уже теперь мы начинаем завершающую сессию нашей конференции, но здесь вот уж точно подходит известное английское высказывание, last but not least, то есть она последняя по порядку никак не по значимости, поскольку мы можем говорить об энергетике. Когда в России говорят об энергетике, это всегда вызывает обычное сердцебиение, чувство такого-то дополнительного драйона. Сегодня много, с самого утра, были затруднены самые разнообразные темы российско-китайского взаимодействия, я могу сказать, как человек не из этого мира, не из мира российско-китайского, но наблюдающий за динамикой, наш отношений на протяжении последних 15 лет. Я, конечно, уже сегодня 10-15 лет,一直 в конечном разнообразии с самым дискуссией. в протяжении все-таки довольно долгое время, разговоры были очень интересные, другоественное. Но достаточно умерзлить такие темы, которые важны, но относится к верному этажу, так сказать, глобальной политики. Сейчас мы перешли к совершенно практическим вопросам, естественное и неизбежное. Это означает, что количество трений и не совпадений, не структурных интересов на первом этапе будет больше, иначе просто не может быть, и более того не должно быть. В противном случае возникает подозрение, что как-то это не всерьез. Но зато это переходит совершенно другой этап, который обещает качественную трансформацию стратегического партнерства. Неудивительно, что все разговоры о российско-китайском будущем начинали с энергетики, как бы считалось, что естественным образом это и будет основой. Сейчас, как мне кажется, мы видим, что основа может быть намного шире. И вот на предыдущей сессии китайский коллега справедливо указал на то, что Россия, конечно, нужно уходить от своей сырьевоориентации, в пользу гораздо более широкой базы развития, мы это, в общем-то, и сами знаем, что это полезно и напомнить. Тем не менее, энергетика была и остается фундаментальной основой нашей экономики. И появление Китая как крупного игрока для нас, диверсификация рынков, расширение горизонтов будет иметь не только региональное значение, как сказано в названии нашей сессии, но, безусловно, эффект будет гораздо более широким. То есть вся евразийская система, от Западной Европы до Восточной Азии, она, безусловно, будет претерпевать изменения. И, собственно, я думаю, что во многом об этом мы сегодня не поговорим. У нас выдающееся по количеству, но самое главное, и по качеству панель. Времени не так много, поэтому я сразу хочу извиниться перед всеми выступающими, если мне придется кого-то прерывать. Но я думаю, что все минуты заявлены, это по талу, который мы можем себе позволить, тем более, что хотелось бы иметь дискуссию в конце, поэтому сразу переходим к делу. Первое слово заместить для министра энергетики Анатолий Борисович Юйиновский. Спасибо, Федро Санойч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 В последние годы практически не разрабатывались. Они не разрабатывались. Во-первых, небольшой количественной среды. Потому что на территории. И на территории. И соответственно, удовлетворить потребность этого населения. И для этих ресурсов. То есть, требуется небольшой потребность. Мы не можем генерать в нашей стране. И мы не можем использовать намного поздравильного. Поэтому мы сможем использовать эти аэропорта. Поэтому для開發 этих аэропорта только в нем. Только в школе. Поэтому я уже несколько десятилетие. И для других странах. Те,isesti не 하고... Прежде всего, для того чтобы развить наши страны. И в нашей стране для наших странах. Мы также будем строить эти регионы, чтобы увеличить эти регионы, чтобы повысить их жизнь в регионах. И за эти 10 лет мы делаем не мало. Мы в этом направлении не нужно. Анатолий Борисович упомянул в своем выступлении, что правительство и российское, и китайское оказывают поддержку бизнесу в этой сфере, в этой отрасли, и вполне естественно спросить следующего нашего оратора, президента Союза нефти и газопромышленных России, Дмитрий Шмаля, чувствуете ли эту поддержку, хватает ли вам ее или хочется еще больше? Спасибо, уважаемые коллеги, друзья, товарищи, во-первых, прежде всего, слава приветствовать и пожелание успешно работать в нашей конференции. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий Шмаля Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Шмаля Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Шмаля 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 Поэтому я считаю, что нам нужно здесь очень активно привлечь по первых наших друзей, у которых могут быть такие технологии. Во-вторых, надо подключить большую наук. А это значит, нам нужно совершенно пересмотреть нашу политику в отношении финансирования наших НИОКР. Даже вот то, о чем мы говорим, китайские компании тратят по 1,5 доллара на баррель на НИОКР, а у нас меньше половина доллара, поэтому это одна из тем, на которых нам нужно работать. Спасибо. Спасибо. Надеюсь, это очень яркое выступление. Меня пора было тем, что как среды экспертного сообщества в области энергетики могут включать в себе и товарища Сталин, которого мы поцитировали. Как дальше? Спасибо. Мы переходим в смежную сферу. Роман Николаевич Берников, член правления и первая заместитель, генерального директора компании Россети. То есть мы переползаем в электричество. Добрый день. Я бы тоже в рамках своего выступления начался с истории, но я Сталин не буду поменять. Я не буду вспомнить, я. Я не могу вспомнить, что это не было сфера, но я не помню. Я не думаю, что мы не можем сказать в истории. На самом деле, я послушал, что электронергетика Китая, она в рамках электронергетика, Субтитры создавал DimaTorzok Мы в 50-60-е годы стали активно развивать научно-техническую базу, построили ряд базовых научно-исследовательских институтов, и это давало нам возможность начать изучать методы, переход на сеть 500 кВт, но и 750-1100 кВт. При этом китайские коллеги в это время активно стали развивать уже сеть 110-1200 кВт. Мы в 70-80-е годы уже стали строить линии передачи 1100 кВт, стали изучать переход на постоянный ток. Китайские коллеги стали смотреть, что у нас из этого получается, стали задумываться, как к ним это все применимо. В конце 50-х мы можем характеризовать, я все-таки, наверное, в рамках Советского Союза характеризовал бы это, как может быть, развитие электроэнергетики. Мы вбили эксплуатацию линии 1150 кВт. Это было по линии России через территорию Казахстана. И китайские коллеги тоже 10-1200 кВт уже изучение в этом обществе, они стали развивать научно-техническую базу, научно-техническую базу в части электро-сетевого комплекса. И приняли решение о создании уже стратегии развития электроэнергии. И вот там до этого у них не было более отдельных локальных элементов. А если уже говорить, то 90-е и в 2000-е годы, то 10-е годы можно сказать, что там было активное развитие уже рамках электроэнергии в Китае. И вот это мы, в том числе, в Китае, наверное, в этой части, 2000-е годы, как нам может быть, можно говорить. И сейчас, это сказал, что Китае является передаемым на мировой опыт части использования и применения и развития новых технологий. Мы недавно вели и пытаем то плюс 1600 кВт. И в этой линии примерно только 1000 кВт. Сейчас мы уже отдаемых тысяч кВт. Но сейчас мы уже отдаемых технологий, которые использовали 2000 кВт. И эти технологии стали развиваться, активно используют все эти ресурсы. Я думаю, это тоже один момент, обратите внимание, почему он говорит, что это прообраз. До 2000 года китайские коллеги использовали наши стандарты. И в 2000-е годы, просто был аутентичный перевод, простой перевод, без какой-либо адаптации. Поэтому системы развития не одинаково, а сложное построение и работа на нас, может быть, на одинных принципах, может быть, на западных, там, и на западных, там, и на планине, есть то, что в Амире. И в этой линии есть то, что в Амире, в этой линии есть то, что есть нюансы, есть специфика. Поэтому мы двигаемся вперед, китайские коллеги двигаемся вперед, и мы уже сейчас смотрим за ними, пытаемся догнать их, и активно смотрим. Поэтому мы начинаем общаться с другом и хотим устранить, и также китайские коллеги и китайские, я бы сказал в 2000-е годах, активно в развитии научно-технических базовой. Мы в крупных городе науше отчетский центров, в рамках государственного инженского центра. İns齐 в сфере других законных центрах, китайских коллеги, с указанных сродных китайских коллегами. Есть несколько испытательных центров, чего у нас сейчас нет. И они сейчас взяли лучшее, но и в Китайские коллеги идут в этом направлении. Мы должны переходить к практической плоскости. Нам в рамках электроэнергии и всего хозяйства интересно два направления сотрудничества. Я бы разделил именно первое. Это развитие межсистемных связей между Россией и Китаем и развитие уже в обмене технологий, в обмене научным и техническим потенциалом. Потому что, несмотря на то, что китайские коллеги где-то стали нас обережать уже до реализации, в том числе, мы есть чем похвастаться, и еще успели расстрелить. Я бы сказал, что существующие, несмотря на то, что мы тоже развивались в 50-х годах совместно, двигались друг за другом, на самом деле первая связь между Россией и Китаем была построена, электрическая связь была построена в 1992 году, была создана у нас в Удалевичеце, и Хайхэ была первая линия построена, еще несколько лет были построены еще две линии, там, по-моему, в 2012 году мы ввели линии 500 кВт, и там все еще существуют четыре связи между Россией и Китаем. Объем электронерии, который пересекает пока, это в основном экспорт из России и Китая, обеспечивается электроснабжение северных территорий Китая, это, как я бы сказал, порядка 10% от общего потребления Дальнего Востока. Но только, как сказал уже Анатолий Борисович, большой у нас и гидропотенциал, и в Дальнем Востоке, так как китайская команда активно развивается, есть премьерная поддержка электроэнергии, без каких-то вопросов развития и использования в межсистемных связи, и, по-моему, конечно, экспортного варианта. Сейчас рассматривается масса проектов об обеспечении поставок электроэнергии. Это, как уже тоже сказали, Ирковецкий уголь, то есть это Ирковецкая ТОС на территории Амурской области, в Китае, это реально также сужение новых стран на территории и Забайкале, и Иркутской области, и передачи их тоже в Китае, уже не просто в северную часть, а в глубокую же центральную часть. И также один из моих проектов, которые мы сказали, вот здесь я тоже на картинке вам показал, это Большой и Мало-Азиатские кольца, это проект, который в ней не только Россия и Китай, и см Ahmadouya и Смежная территория. И в Японии, в Монголии, в Монголии и в Конституции В 2018 году есть здесь отдельная работа, и японская страна активно смотрит, даже приезжали к нам коллеги из моста консалтинг-групп, которых нанимали японские партнеры. В рамках совместных наших связей в Китае мы обсуждаем, неоднократно там отдельные связи. Поэтому тема, с моей точки зрения, очень интересная, активно смотрит, связь коллеги, и я думаю, что действительно только подсал, куда мы дальше можно двигаться. Помимо этого, также, как и китайские коллеги, активно говорят о развитии связи моторного моста, мы услышали это из России, европейскую часть России и в Европу. Этот вопрос серьезно был поставлен к Китаю 2-3 года назад, в рамках СИГРЭ в Париже, когда он проходил, и они рассматривали связи с Китаем и с Россией на территории Германии. И проекты обсуждаются, можно обсуждать различные технические решения, и китайские коллегам есть возможность, есть что показать. Оценку, эти технологии, эти технологии выжать. rotate исследования, Cameron. В сразу же все эти технологии выжать. Эти технологии, которые очень wissen, были очень Rosenz通�ы. Все эти технологии, которые держали от правительного центра. И elsewhere только взять разные, потому что фунд케len, которые прогнозируют. И сейчас уже там все пробитыено работали, чтобы MANIAL ionization, này, был разнообраз현 миров者. Потому что экономикиयатр writing новые технологии проявляются размichten. В основном располож Поставка нового же оборудования, которая, я бы сказал, уже лучшая в мире. То есть это, конечно, здесь бы я бы обратил внимание цифровые подстанции, то есть это элементы, это подстанции, которые сделаны уже принципиально новыми решениями на основании цифровых технологий, которые обеспечат более надежную работу электроэнергетических объектов, обеспечит меньшую стоимость и обеспечит, согласно современным тем стандартам, то есть это элементы, которые вызовут, крупнейшие западные компании, и все, что много заявляют, но ничего в этом смысле не делал. Ряд китайских компаний успешно тоже реализовала, и на рынке, но они просто показали эти решения, но и в рамках уже сетевого комплекса активно используются. И здесь мы активно с сотрудничеством, применяем и начинаем применять у себя этот опыт. И наша задача не просто применить опыт, но использовать тот материал, который есть и финансовый, и научный, и строительный тоже, как может быть, и печально об чем-то, потому что мы не всегда можем похвастаться по качеству своих строительных работ. И мы выработали между Россией Терекистой Китая, инструментом взяли это совместное предприятие. В рамках уже совместных встреч на уровне руководства страны было подписано соглашение уже о создании совместных предприятий. У них были ранее подписаны ряд меморандумов по конкретным комплексам. В рамках уже подписано, мы собираемся к phases конкретным предприятиям, и в рамках уже о создании дополнительных комплексов создания. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Роман Николаевич. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Роман Николаевич. Спасибо. Мы возвращаемся к углеводородам. На следующий выступающий, у нас есть президент компании «Транспорт» Миколаевич Маргеллоф. Сегодня «Энергетика», в совсем недавнем прошлом, видны наш политик и дипломат, международник, который все прекрасно знают. Так что Михаил Тельса читает уникальные знания на всех областях. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 这个结果就是在俄罗斯东部建立国际意义的能源和原料基地会加快俄罗斯原东的发展 在最近最近几年纪和正在採议和俄罗斯原本和中国企业公司和中国企业的一些合同和协议为俄中两国的石油和电池合作 在一起. なord��叙方简名 tyrリカ dragons团碗和中一国的增交流和中国企业的专业公司和金融影团和美 Booaya Это только первый шаг, в реализации поставленных целей создания на востоке России топливных энергетических и сырьевой базы международных соцсетей. Так например, газовой отрасли. Таким образом, в это когда-либо Xbox да-либат Esperев —這些 работы, нужно desarrollать по-долайн-кай camp to Fight Pro hyp ersatz к вашей то-диному рынке. Продолжение следует... 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 Тем более, что набирают обороты, опасная тенденция политизации энергетических рынков с целью не использования как инструмента геополитики. Красивый в теории принципы вертификации источников и маршрутов поставок энергоносителей, который лежит в основе многих энергетических стратегий. В реальной жизни провоцирует усилие геополитическую стратегию и стабильную стратегию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы затронули огромную тему. Невероятно интересную. Вы тянете эту тему очень интересную. В связи с взаимозависимостью и взаимоприимованием, как ничем гарантом стабильности, причем не только энергоснабжения, но и опыт отношений Советского Союза, а потом Россия и с Европой, европейским сообществом, потом европейским сообществом, показывает, что те основы, которые были заложены в 60-70 годы, именно энергетические, в общем, практически на полвека обеспечили очень серьезную базу геополитической стабильности, которая работала стабилизатором и ограничителем в самые острые моменты холодной войны. Сейчас, в общем, возникать следующий вопрос, не является ли новых условий взаимозависимость, еще и в следующий вопрос. Вопрос о том, выше ли выходим ли мы с Китаем на то же корректуре, то есть создание такой степени взаимосвязи инфраструктуры, которая когда-нибудь даст другую геополитическую стабильность в Европе, но, конечно, будет очень серьезного обсуждения. Я передаю слово с удовольствием нашему Китарскому гостю, очень радовствовать ВУДА Хев, и в Европе, вехать о Черногояв incense джиблиante и чемпионп совета объявляю. В УДА Хев, приемлемый научный премьер нации главных стран. Я передаю слово с удовольствием, Мы всегда в этом討論 что что-то действительно есть связанные с другим взаимосвязанием. Какие дает это значение? Я думаю, если бы если это значиму, то можно использовать такие слова, чтобы объяснить, что если не существует, то например, Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 包括上海合作组织成员国 观察员国 对话伙伴国 和欧亚经济联盟成员国的 涵盖能源上游 中游和下游合作领域的 多边战略协调机制 我们知道 现在的原油交易市场 有北美原油交易市场 以WTI 西德克萨斯清止原油 为基准原油 有迪拜原油 就是亚洲原油 它是以迪拜原油指数 为基准原油 有欧洲的原油 布伦特原油指数 但是并没有欧亚原油指数 即便俄罗斯 作为这么大的一个产油国 我们说乌拉尔牌原油 那个不是基准原油 我认为在这个广大的中央 中央欧亚地区 缺乏一个基准原油 那么如果建立了这个能源 共同体 我们就可以推出 自己的价格指标原油 你可以叫它欧亚原油 也可以叫它思路原油 而且我们知道 现在的石油交易 大多使用的是美元 短期之内也改变不了 这样的一个困境 如果我们建立了 自己的世界 第四大能源交易市场 建立了自己的基准原油指数 那么我们在未来的石油交易当中 也可以考虑用本币结算 逐渐摆脱对美元的依赖 目前现在在这一地区 已经形成了广泛的这种油管 气管的这个网络 比如说中俄之间的石油天然气走廊 已经形成 中国与中亚国家的油气走廊 也已经形成 而且呢在阿姆河流域 再向西就会扩展到 伊朗的南帕尔斯气田 如果以上海合作组织为中心 欧亚经济联盟和思路经济带的 沿线国家 能够做出共同努力的话 在这一地区就会形成一个 互联互通的石油天然气的网络 亚投行的成立 上海合作组织开发银行的成立 金砖国家开发银行的成立 以及这个思路基金的设立 都可以成为丝绸之路 能源共同体的这个融资机构 当然也存在一些困难 因为新的能源市场的建立 新的能源共同体的建立 要需要一个过程 这个三大能源市场的形成 也不是一天两天就形成的 而且呢西方也不愿意放弃 这样的石油话语权 我们也缺乏这种国际石油独立交易的经验 这些都是可能会面临的障碍 但是我认为只要有决心 我们就能做出改变 改变我们彼此的能源的命运 能源是政治 能源但是终归是经济 能不能赚钱 如何赚钱 赚钱可不可以持久下去 只有做到了这些 那么我们能源共同体 成立的目的也就达到了 以上是我的发言 谢谢大家 尤其是吴达辉 有种感谢你这个讲话 你这个讲的完全是 俄罗斯人会以为非常好听 就像音乐一样 你说的这个能源共同体 能源同盟 在这一定会引起很大的反响 我们会大的拓展 你的这个思路 你的这个想法 我们正进入的这个阶段 这个国际架构 依然 这个保留它的原来的一些性质 但是它也在不断变化 所以你的这个想法 是 说您了很多我们这些地区化的 项目的网集 但是国家能源安全基金会 总干事俄罗斯联邦政府 之处 亚洲的伙伴们 在北京东京首尔谈 但是在莫斯科 建立这样的 智能平台的时候 已经到了 我们在能源领域 我们都记得 我们 在能源领域 我们都记得 我们 去跟欧盟的关系 是什么和建立的 当我们谈起跟欧州的问题的时候 一个最大的问题 那就是相互信任的问题 当我们现在刚刚开始 与中国建立认真的 能源伙伴关系 我们大家也会提问 这个关系 是否能长久 当我们往欧州 不设这些天然气管道 这个新牌先生也直接参与了 这个建设 其实我们做的决定 也是为几十年的时间决定了 这个能源合作的发展方向 我们现在万中国不设的石油管道 天然气管管道 也会决定我们 未来几十年的能源政策 这个去年 签署的突破性天然气活动 但是很多人也对这个核动有疑慮 但是这个核动的意义非常重大 一个是我们向中国提供的天然气 我们不发向欧州小售 所以这完全是开发一个 新的全新的资源基地 因为这些气天根本无法 输到欧州 所以天然气这个大核动 本来不应该 吓到欧州火 其实这些核动机和夜 其实这些核动机和夜 其实现在 相产相产 不应该 甚至包括公民到欧州 但是现在这个 其家也无法 我是真的相产 在这些核动机和夜市 这些核动机和夜市 这些核动机和夜市 并没有 这些核动机和夜市 我们必须在这样的一个国际行事下 我们能够结束一个平等的核动 但是确实这是一个很好的核动 所以 所以 中国的这些核动 成功公式 因为俄罗斯人 经常说 中国人可以等待一千年 中国这些核动机和夜市 但是现在的中国不能等一千年 其实西伯利利量说 通往的这个地区 无法 无论是缅甸还是澳大利亚 还是西亚的这个天然气 都无法满足 这个地区 中国东北的需求 因为运输成本会太高 尽管我们 谈得时间很长 但是这些说明 他不想要这个核动 但是中国也不能等 因为 中国租来的 中国人也不能等 因为 中国东北的 中国东北的 和北构 和财产 和与其他 原来的核动 所以 我认为 中国的核动 这些核动 这个核动 我们的核动 所以 这些核动 каких-то уступок ради дружбы, но и вряд ли мы готовы делать, несмотря на то, что такое понимание у ряда российских экспертов складывается. Теперь понятно, что возникает вопрос и о новом контракте по Востоку, потому что все равно там две трубы строить, а контракт на 38 ядов кубов, то есть там еще есть свободная мощность в экспортной трубе, значит нет на свободности с переговорами по решению этого контракта. Ну и конечно газопровод Алтай, по нему контракт еще не заключен, это основная интрига в ближайшем году, безусловно, в нашей энергетической операции с Китаем, понятно, что там ситуация сложнее, потому что на западе Китая нет дефицита газа, зато там есть уже серьезная система газопроводов из Центральной Азии, которая дает Китай 55% кубов газа, прежде всего из Усмени, ну и также из других стран регионов. И газ этот нужен на Востоке, но 中国, в東бе, которая достает к Востоке, решает систему газопроводов по территории Китая, и естественно это тоже вопрос возникает. Хотя мы проводили оценки, там нужно построить, что нам около 2500 км газопровод, Продолжение следует... 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 Другой вопрос, мы с помощью тех, кто-то одевался. Мы два страны все в порядке. В этом году я слышал несколько специалистов. В этих странах, мы два страны все еще более другое. И на всех странах, в том, что у нас есть большая страна. Россия, и на других странах. В этом году, и на других странах. Таким образом, в этом направлении, в основном развитии с ровно возраст может быть о преимущественными прêбами. В стране на поддержку нам, в том том, что мы должны устранить по-разному. Тим образом, в отношении всех стран и в России, они энергии сейчас появляются огромными изменения. Мы знаем, что районом tymalam В зависимости от того места Почти л ち Drил terms В зависимости от того места В последние 10 лет и до中东 那么長期以来 几十年以来 移植了 这两个区是分割的 就是西部的生产区 和东部的消费区 长期的脱节 那么在最近的十年以来 我觉得 东部这个消费 和西部的生产 它的结合越来越紧密 就是说 这个可以体现在 中俄的能源合作 中国和中亚的能源合作 都拉紧了 欧亚大陆上 那么长期以来 几十年以来 移植了 这两个区是分割的 就是西部的生产区 和东部的消费区 长期的脱节 那么在最近的十年以来 我觉得 东部这个消费 和西部的生产 它的结合越来越紧密 就是说 这个可以体现在 中俄的能源合作 中国和中亚的能源合作 都拉紧了 欧亚大陆上 它的两个不同的消费区和生产区的联系 所以这样一种变化 我觉得它对整个的能源格局 带来了非常深刻的一个变化 第四个 我觉得有利条件就是 现在在整个的国际能源市 这个格局当中 市场的作用在凸现 不像在七十年代八十年代 大家都在争夺市场 来争夺这个能源 它的产地 那么现在都更加看重 能源的市场 市场的决定性 市场的重要性 现在空前的凸现 所以这样的一种合作呢 也跟中国和俄罗斯的能源合作呢 是一个凝固 凝固剂 所以在这个方面呢 同时我们还可以看到啊 亚太地区 它随着它的这个全球经济重心 向东亚地区转移 那么亚太的市场作用 越来越凸显 这个不光体现在中国的作用 也体现在印度和其他一些能源需求国的作用 所以在这样的一个大的背景下 俄罗斯进入到亚太市场 我想它的前景是非常看好的 因为首先俄罗斯的能源 同亚太国家的能源 它是一个结构互补的 我们如果回忆 俄罗斯同欧洲国家的能源合作 它所起的作用 来展望俄罗斯同亚洲国家的能源合作 我想它的前景是非常好的 那么中国在这个当中 可以起到一个桥梁的作用 在俄罗斯进入到亚太市场的能源合作当中 第二个方面 我想讲一下我们合作的领域问题 我们现在列一个很长的单子 不光是油 气 核能 或者电力 甚至煤炭 这个单子是非常长的 我就不列举了 那么我觉得我们的能源合作 它要深化 它表现在几个方面 一个它要不断地扩大它的贸易额 就是我们双边的能源贸易 还有潜力 还有空间 还需要继续地扩大 第二个 我们在能源技术的研发上面 要需要加强合作 我们不是纵粹的一种买和卖的关系 我们是一种开发能源 要建立能源共同体 这样的一个前提 所以在能源的开发 研发技术方面 我们还是落后的 特别是在能源的开发技术 设备方面 我们更显得落后 在相当多的层面上 中国解决不了问题 俄罗斯也解决不了问题 所以我们两个国家 应该在能源的技术和设备的开发上 要联合起来 可以搞这个项目 同时还要注意在创新方面 在能源的创新能源 替代能源的发展方面 我们要照演于未来的发展 要在这个领域开始我们的合作 这个我想除了这一点以外 我想在我们的合作方面 早上刚才有些专家也提到 就是我们的能源合作 中俄的能源合作 如果我们把它放到 四处之路经济带 和欧亚经济联盟 这个大的框架来看的话 我觉得能源合作 是这两个大项目的接轨 或者对接的一个最有益的 最先做到的一个方向 在这个里面呢 除了中俄的能源合作 我觉得应该把中俄的能源合作 继续延伸往南边走 可以走到印度 中国可以起到一个桥梁的作用 俄罗斯的能源 东北亚 或者它的远东和西伯利亚的能源 可以借助于中国的领土 进入到南亚 这是一个最便捷 最安全的通道 我觉得把中国 俄罗斯和印度 在能源方面的利益捆绑起来 对发展这两个 就是四处之路经济带 和欧亚经济联盟的发展 是一个优先的突破口 这个我们还可以做 深入详细的研究 另外一个 在我们合作的领域方面 我想强调的就是 必须要做到上中下游的全面合作 不是在上游的贸易 或者中游的加工 我们要形成一个能源的共同体的话 那么就必须在能源的上游 中游和下游 实现全方位的合作 不能仅限于一个 那么中国要对俄罗斯开放市场 中国的市场潜力是巨大的 这个对俄罗斯是有吸引力的 那么俄罗斯的能源 对中国进入俄罗斯上游 这个也是有极大的吸引力 所以双方都要开放自己的市场 俄罗斯要能够开放它的上游资源 中国开放它下游的市场 这样这个合作 在上中下游的合作 就能够进入一个比较高的境界 第三个方面 我想有些思考 就是为了推动我们中俄之间的能源合作 着眼于未来 因为中俄能源合作 它不光是从规模 从它的周期和它设计的领域来讲 都是世界之最 它具有战略性 那么我们现在看来 中俄的能源合作 还只是局限在一些项目方面 你包括我们虽然有30年的东线合同 或者有15年的石油用户合同 但是我们缺乏一个长远的 中俄之间的能源战略 这样的一个文件 就是我们把我们两个国家的能源 整个的 气 石油 核能 煤 电 给它一个综合性的规划 着眼于未来的15到20年 这样的话 就突破了我们只是局限一些项目的规划 所以在这个中俄的能源合作方面 尤其应该先做一些战略的思考 或做一些战略性的安排 这是一个想法 第二个想法呢 就是我觉得我们还有创新合作模式 尤其是企业之间 今天非常遗憾 中国的石油部门 大型的能源企业 还没有代表来 我觉得是非常抱歉的一件事 但是我觉得中俄的能源企业 不应当成具现有的一些合作模式 我们原来的一些模式 什么投资换能源 投资换资源 或者是上中下的互换 上中下游的互换 我觉得这些模式 不应当局限在这些方面 我们还应当探讨和探索 更好的一些合作模式 包括在能源的支付形式上 融资模式上 上下游的结合上 甚至在货币的结算方面 这些方面我们都有待 双方的企业来能够有所突破 不要局限在现在的这种合作方式 在这个方面 我还想提一个建议 因为现在亚洲地区的能源合作 它的市场是非常巨大的 而且它是一个 具备在一个中心地位 但是亚洲有一个非常致命的风险 就是亚洲到现在 没有一个区域性的能源合作平台 所以我希望中国和俄罗斯 能够联手起来 搭建亚洲的能源合作的 这样一个框架 给大家提供一个亚洲对话 讨论和协调活动的一个平台 刚才有的中国同行提到了 要建立欧亚的一个共同体 我觉得我们现在比较现实的 就是在欧亚地区 应当考虑建立一个 欧亚类似于欧洲宪章 这样的能源合作组织 它是一个比较开放 这个涵盖面也比较广 一些能源的规则 相互间利益的平衡协调 都在这样一个平台上进行 最后一点呢 我想就一个问题 谈一下个人的看法 占两分钟时间 就是关于这个 丝绸之路经济带 只有一分钟 很抱歉 丝绸之路经济带和这个 欧亚经济联盟的对接问题 我说它是几个层面的意思 一个它有广义的对接 和狭义的对接 广义的对接 就是两个组织之间的一个合作 狭义的对接 就是项目的对接 包括我们在交通领域 这个基础设施 这些方面的突破 甚至在工业园区的合作方面 但是它的一个前提 是双方要开放 这个欧亚经济联盟呢 我觉得它现在目前 还是一个封闭的组 而这个丝绸之路经济带呢 它是一个包容的开放的组 在这个方面呢 好像不是同步的 这是一个方面要解决的 第二个呢 也可以考虑 丝绸之路经济带 和这个 欧亚经济联盟的合作方式呢 也可以考虑一种体内 或者体外的合作模式 就像我们在东盟的十加三 这样一种模式 可不可以搞一个 欧亚联盟的十加二 中国和印度 或者十加三 中国印度伊朗 构成一个体外的一个 和欧亚联盟的这样的一种合作 因为我们知道 上海合作组织 和基安条约组织的对接 甚至和欧亚联盟的 欧亚经济共同体 当时签了一个备忘录 就是两个组织如何协调 但是过去了十多年了 这两个对接的是流域形式 我们不愿意看到 今后四处之路经济带 和欧亚联盟的对接 也流域形式 谢谢大家 谢谢 我非常感谢 我们 与这个 讨论的结束越近 我们谈得这种 规模之越大 您说的非常 对我非常有启发 尤其是你讲到 和欧亚联盟 有很 公元化的 跟国经国的 这个关系 但是像中国这样的 国经国 这已经是 可以说是达到了 天文的规模 因为其实 如果中国成为 这个 能源运输过 经国 只完全是 进入了一个新的维度 提到了一个新的水平 你还说中国 可以当作 中国 俄罗斯 进入亚太的桥梁 过去一般说是 俄罗斯是中国 才是中国 和欧洲的桥梁 不仅是你当作别人的桥梁 别人也为你当作桥梁 即使是让我很愉快的事情 那么 最后 我们的最后一个发言人 也是顺虑最后 但不是意义最后 那就是 俄罗斯国家原子能公司的 总裁顾问 哭泣要讽 今天各位议会者 俄罗斯早就成为 中国的 在科能领域的可靠伙伴 而且不仅是通过 原料 而且是在 河南的高新技术 达到了这个水平 我们建设了 天外核电站的两个机组 运作得很顺利 并且 得到了中国有关部门的 这些 各种试验和检测 我们的三核四号机组的建设 正在进行 而且在 俄罗斯的参与下 在中国建设了 释放快堆 在2014年 达到了100%的功率 我们这些快堆 被看作是 核能发展的 一个 未来的终点 我们的 合作 还包括一个项目 那就是 在中国建设离心机场 一共六四个七 我们也是 进行 商业合作 长期的商业合作 这些经济类了 丰富的经验 让我们有信心的 好论未来的 合作经济 合作也很愿意 获得这个合作 包括 愿意 参加 中国 开发自己的 核能的 计划 我们也多次 在各个层面 提出 天文和电站的 所有计划的 5号的 报告机组的建设 这些建议仍然是有效的 我们也愿意 在其他中国的 地区不仅是在 沿海地区 还在中国的 内陆 建设和电站 有关的经验 我们已经积累了 中国的核能工业 最近几年 经历了一个 很重要的发展历程 我们也欢迎中国伙伴 进入国际 进入国际 原则能 技术市场 俄罗斯也有 很多外国的订单 在第三国建设 核电站 所以原则上 我们愿意 考虑 邀请中方 搞在第三国的 核能合作 所以 核中在和平 利用核能的 合作前景 十分广阔 非常感谢 非常感谢 您的介绍 我确实是 新高采烈 可以说是 因为我经常 搞一些 活动的主持人 我从来没有 遇到一个 这么有代表性的 但同时 这么准时的 这个反对 这是俄中 两国人民的 一个共同价值 那就是 很准时 所以我们要 整个的 十分钟的 这个时间 来回答 大家的问题 好 请 好 我们轮流 来 或者是 先大家提一些问题 以后大家回答 我有两个问题 一个是要问 中国的石油链化能力 其实已经是 非常的过盛 所以说 我想请问的就是 在您看来 我们有没有可能性 把天津链厂 其实转移到 Vladivostok 但是问题在于 俄罗斯方 我们以什么样的方式 来进行这样的合作 俄罗斯方面 怎么样来考虑 保护中国投资者的利益 美国的烟炎气的革命 已经取得了 现实的进展 尽管现在的油价下跌 但是如果油价 能够保持在 60美元的期间的话 那么它的烟炎气和 烟炎油 仍然是可以 维持生产的 那么按照这样的预测 到2020年 美国的LNG 液化天然气的 生产规模 可能会达到 4500万吨 而且现在美国人 已经开始考虑 向境外出口 当然不会向中国出口 有可能是日本 有可能是欧洲 但是如果美国烟炎气 大量的液化气 大量的向国际市场出口 在您看来 对中俄之间的 天然气的合作 会产生什么样的影响 谢谢 还有其他问题呢 我的问题是 中国和俄罗斯 在能源的利益问题 是怎么解决的 比如说 现在的石油价格低 你们和中国的国有石油公司 在谈判的时候 要建立新的价格体系 因为能源委员会的主席 也跟我说过 就是我们杜马的 俄罗斯的 和中国能源局的局长 也在谈 我也在现场 那么在中俄罗斯的 在石油价格高的时候 和俄罗斯的石油公司 谈判的时候的 这个困难是什么样子的 我主要表述的意思是 应该建立利益 共同体 否则很多提出的这个设想 都会落空 特别是在什么情况下呢 我举个例子来说 就是我们现在要有一个报告 这个报告 就是俄中石油或者能源 这个价格的定价机制 要不要来重新做 应该怎么做 谁出这个报告 中国政府的企业 这个或者研究机构出 还是俄国的出 他出的时候 能够想到对方的利益吗 而这个共同的利益 至关重要 所以我有一个建议 我们自己出几百万人民币 或者美元 是作为一个民间的 不是政府的 那么你们怎么跟我们合作 我们出这个报告 一个是我们贡献给 这两个国家免费的 一个我们的利益 在哪里 我呢 大家让我说说我自己 我不说名字不好 我姓葛 叫葛智利 我是这个北京人 但是我是莫斯科的 这个战略 俄中投资基金的 这个代表 同时呢 我还是这个 这个五月份 获得了四五个 勋章的 这个是九家诺讽 八号给我送的 别的没有了 对不起 我明白 我明白你的提问 谢谢 谢谢你的提问 好 还有 我没有问题 没有问题 我们就没有回答 请讲的简短一点 我是这个 我关大 这个杂志 的编辑 我们这些 学经济出身的 但是我们在能源领域 也必须搞 搞政治 研究政治 在这些动荡之前 我算了算 我们的合作中 百分之八十和九十 是经济 只有百分之十 是政治和地缘政治 但是现在这个国际关系 格局已经改变了很多 这个俄中关系两国 在地缘政治 已经达到了一个利益平衡 但是在经济和能源的利益平衡 还没有达到 这是我的个人观点 那么我觉得 应该怎么办呢 因为我们这个全会的题目 是持续的能源合作 那么他为了能够持续 阿里克西先生已经讲到 要建立一些集群 但是我们还没看到 中国的企业参加这些 计划和石化的集群 还有我们的能源综合体的发展 我们只有达到能源和经济利益的平衡 那我们地缘政治的利益平衡 可以得到巩固 好 谢谢 还有两个问题 这是到处最后一个问题 那我用俄文提问 刚才您提到 这个亚洲超级电力圈 这个项目的成熟程度是什么 并且它与国外伙伴 尤其是朝鲜 是不是已经进行了协商 又到了朝鲜 这个太有意思了 下面 您好 我想问 Kuchinov先生 这个核能力合作 我们已经了解中国的专家 已经在建设一些成本 但比较低的质量上 也不差于俄罗斯的一些 反应对 还有快队的 快队是一个 明显的 有前景的方向 你说现在只建了一个 释放快队 是不是有一些发展积力 还有个 最后一个 大叔最后一个问题 我是 运输技术中心主任 我要问的是 法吉米先生 这个核能医疗的 还身为远东大学的 这个项目 是不是有机会 吸引中国的伙伴 参加 好 谢谢 那我在这儿 接下来了 有人问 马斯蒂巴乃夫 西蒙诺夫 变尼科夫 和 Kuchinov先生 那我们就到这儿来吧 先Kuchinov先生 先请他讲 好 谢谢 一个问题是 新技术 包括快队的 这个项目 这只是第一个项目 我们已经在谈 这个领域的未来合作 包括快队 在中国境内建立 这个快队合作 元素多的这个项目 我们还没有谈起 第二个问题 我无法回答 因为我不了解 你所说的 这个海生外医疗中心 建设问题 所以很抱歉 我无法 这个掌握 这个 很全面的信息 好 抱歉 好 感谢 Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу обратить внимание на одну очень важную вещь, связанную с поставками Американского исполнения. Американцы предлагают абсолютно новую модель продажи газа, абсолютно новую модель на основном образовании. И это очень большой вопрос, насколько она выгодно покупать. Что делают Соединенные Штаты, они продают их газ. Вот это скажем так, в Америке готов кставлять газ. Она продает мощности, это означает, что компания, трейдер или вкладчик национальный рынок, он покупает мощность на терминале, и дальше уже все риски, связанные с объемами газа и леканского рынка, с ценой, которая будет на Хэмликабе. И когда я объясняю, что японцы, посчитайте цену нынешнюю, по Себенбасу там, есть цена на Хэмликабе, это легко сейчас посчитать. И если бы вот по этой модели, он уже сегодня приобретался Себенбас Азиатским покупателям, то я вам хочу сказать, что он существенно выше. Даже если бы на Азиатском рынке, они довольно серьезно упали, но в этом плане говорить о том, что это такое суперрешение для азиатских поставщиков не приходится. Поэтому здесь американцы продвигают абсолютно так грамотно, выгодный себе модель, но насчет выгодность этой модели для покупателей, это очень большой вопрос, поэтому здесь влияние на нас это не однозначно. Поэтому я хочу сказать, что на самом деле главный аргумент России в этой борьбе за газо-азиатский рынок заключается в том, что мы за счет географии, за счет логистики вполне способны, потому что мы предлагаем именно конкретно способные газо-азиатские, мы прекрасно понимаем, что именно цена и будет основным аргументом в развитии наших газовых отношений. Потому что это еще и так, что мы предлагаем именно конкретно способные газо-азиатский рынок. Я думаю, что в ближайшем номере журнала «нефть России» будет большая статья моя. Я думаю, что в ближайшем номере журнала «нефть России» будет большая статья моя. И в том числе мы подробно рассматриваем и этот вопрос, перспективы производства газов из традиционных источников на территории само-китайской народной. Это романко очень. В степени проработки большого малого евразиатского рынка, на уровне технико-кономическое обоснование прорабатывается отдельные элементы этих характеристик, например, с Россией и Китая, Россия и Корея, Россия и Япония в различных группах. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех участников за совершенно великолепную поддержку. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех участников за совершенно великолепную поддержку. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех участников за совершенно великолепную поддержку. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех участников за совершенно великолепную поддержку. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех участников за совершенно великолепную поддержку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!